С чем связан большой разрыв между фактическим выполнением и оплатой за выполненной работой? Это слайд 2, я смотрел, почему-то раздится у нас. В процессе приемки, Ульфат Мансурыч, действует многоступенчатая система контроля. Если на прошлом оперативном совещании в мэрии начальники городских служб выглядели как школьники, не сделавшие уроки, то спустя неделю они ответили на все вопросы главы Уфинской администрации. Ульфата Мустафина интересовала благоустройство города, а именно вот эта территория, которая находится возле дома номер 44 по улице Зорге. Территория была огороженная, что-то хотели построить, по-моему. Сегодня вот там забор сняли. Это застройщик снял или кто снял? Глава администрации Октябрьского района тут же отчитался, что застройщик не выполнил условия по благоустройству территории. Компания неправильно оформила документы на строительство. Она планировала возвести здесь торговый объект. Это возмутило жителей близлежащих домов. Загородили, нагородили, народ собрался. Сейчас вот убрали все. Здесь наоборот нужно делать, люди с детьми приходят, площадку какую-то, чтобы дети могли развлекаться. А все торговля, торговля что-то. Вся округа выходила, все вот здесь митинговали. Но нам ноль, на нас внимание. Но очень надеемся, что здесь они высадят деревья и будет тот же сквер, что и был. Теперь мэрия Уфы собирается подать в суд на строительную компанию и взыскать деньги, которые город планирует потратить на благоустройство этой территории. Ну, восстановить на территорию сейчас. Да, конечно. Там асфальт, покрытие нарушено, благоустройства никакого нет. Кто за недобросовестность с такой отношением в городской среде. И мы, с одной стороны, никакие миллионы, мы грохаем на благоустройство. А кто-то приходит, хозяйничает. Что здесь появится, чиновники не сказали. Но жители Уфы надеются, что на будущий год здесь построят уютный сквер. Рустам Нурешев, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.